Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и это срочное обращение ко всем биткоин трейдерам. Ребята, я читаю чаты, читаю комментарии и понимаю, что большинство настроено по медвежьей и прямо сейчас шортит биткоин или думает его зашортить. Посмотрите, где вы это делаете или собираетесь делать. Ребят, ну слушайте, давайте так. Во-первых, вы это делаете в момент, когда биткоин уже скорректировался на 75% и даже сейчас от хая все еще находится на 64% скидке. Во-вторых, это у нас всего лишь вторая недельная зеленая свеча хайка наши. В-третьих, помните, мы говорили с вами о Bitfinex лонгах? Все вот это падение, у нас с вами умные лонги на Bitfinex, это не фьючерсные лонги, это спотовые маржинальные лонги, то есть маржинальные с обеспечением в реальных биткоинах. Посмотрите, что происходит сейчас. Мы с вами говорили долго о том, что они достигли своего пика точно на дне рынка и сейчас начинают потихонечку разгружаться. Помните, как было в прошлый раз? Они достигли также своего пика на предыдущем дне и весь рост они разгружались. Соответственно, они разгрузились на вершине и дальше снова все это падение, особенно все вот это падение, они откупали. Сейчас что будет происходить, скорее всего? Происходить будет следующее. Они будут разгружаться, весь рост, который будет идти обязательно. Так было всегда и так, по всей видимости, будет и в этот раз. Рост происходит тогда, когда никто не верит в то, что он произойдет. Сейчас очень похоже на такую ситуацию. Когда все же всех заставят поверить в рост, это будет локальная вершина, после которой будет коррекция. И эти лонги, скорее всего, снова начнут добирать. А потом уже будет увидено, будет продолжение роста или будет более долгое накопление. Но сейчас, на мой взгляд, ситуация очевидна. Умные лонги на максимуме, цена биткоина на минимуме. Вот, собственно, в двух словах то, чего я хотел вам сказать. Также хочу вам сказать спасибо большое, что подписываетесь на наш канал. Нас уже практически 100 тысяч подписчиков. Если вам нравится такой контент, не забывайте ставить лайк. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что утром я сделал большой обзор по фундаментальным индикаторам с Glass Note. Это достаточно закрытая информация, доступ к которой немного кто имеет. Так что обязательно посмотрите, если вам интересно. Фундаментальные ончейн-индикаторы. Обзор сейчас появится у вас сверху. Очень подробная и полезная информация. Касаемо моих позиций. Вот они все те же самые открытые. По биткоин-кэшу у меня до сих пор нету лонга. Я смотрю за ситуацией. Не успел повторно впрыгнуть. Предыдущие лонги все разгрузил. По эфиру, XRP, Dota, Bitdao, Litecoin, Dash, Audio лонги есть. По биткоин-кэшу тоже лонг есть на Femex. Лично я продолжаю их держать и думаю, что сейчас мы увидим локально финальную шпильку перед уже последующей консолидацией и коррекцией. Докуда это будет шпилька? Сложно сказать. Но я думаю, что по битку плюс-минус 25 мы уже почти пробили. Я думаю, что 1027, 2028, а то и 3032. Вот где-то вот эта зона. Это то, где имеет смысл сбрасывать все плечи и сидеть, ждать, смотреть, что дальше будет. Дальше может быть что? Дальше может быть локальная консолидация с последующим пробитием наверх. Может быть отвал вниз, куда-нибудь на ретест предыдущего сопротивления, например. Может быть вообще конкретный слив. Тоже может, но на мой взгляд маловероятно, потому что мы уже очень сильно упали по биткоину. Скорее всего будет что-то вот такое, и в этой зоне нужно будет дальше смотреть, как поведет себя цена. Вот, локально 4-х часовик у нас тоже достаточно бычий. Смотрите, мы прямо сейчас работаем с вот этим сопротивлением. Если мы его пробиваем, то, как я уже сказал, цели куда-то вот сюда все еще актуальны. Но совсем локально, если вы занимаетесь интродэем, скажем, на 5 минутках, никто не мешает вам шортить. Вы можете шортить 5-минутные коррекции. Если вы могли зашортить вот здесь и снять прибыль здесь, зашортить вот здесь и снять прибыль здесь, зашортить вот здесь и снять прибыль здесь. И зашортить, возможно, сейчас или чуть выше, вы можете зашортить и снять прибыль потом опять вот здесь. То есть смотрите, что происходит. Ну чуть постарше все-таки таймфрейм. Давайте возьмем 30-минутку. На 30-минутке, видите, как цена себя ведет? Мы всегда возвращаемся на ретест сетки EMA Ribbon. То есть сейчас мы снова от нее отлетаем выше. И в какой-то момент, если вы увидите, что шпилька, вы можете, в принципе, шортить до сетки EMA Ribbon. Но смысл это делать, переть против тренда? Ну вы скажете, ну как же, тренд-то у нас медвежий. Да, у нас был тренд медвежий всю вот эту дорогу. Ну так вы же понимаете, что тренд не вечен. И сейчас, по всей видимости, тренд сменится на бычий. Возможно, на ближайшие даже несколько месяцев. Поэтому лучше работать по тренду. И тренд у нас как глобально бычий, так и локально бычий. Поэтому смотрите, делайте как хотите, конечно же. Я вас ни к чему не принуждаю. Я просто говорю вам, что делаю я сам. С одной стороны, да, вот мы упираемся в блок продавца. И, вероятно, он отработает в какой-то момент в коррекцию. Но я лично буду добирать только эти коррекции. Даже если я разгружусь где-то выше, я потом буду добирать снова где-то в районе вот этой трендовой. Напишите в комментарии, как будете делать вы. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Подписаться к нам в телеграмм обязательно, потому что там много всего интересного. Чтобы не пропускать уведомления и следующие выпуски. А у меня на этом все. Это было суперкороткое видео. Всем профитролей. Удачи в торговле. И до следующей встречи. Пока-пока.